Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Семеро погибших на трассе под Киевом. Среди жертв лобового столкновения дети. Кто виноват? Бесконечный суд над стрелками в Днепре. Прокуроры придумывают новые поводы для задержания. Адвокаты для затягивания этого процесса. У кого нервы сдадут раньше? Взрыв в Измаиле. Под машину полицейского подложили бомбу. Кто стоит за этим покушением? Заветный титул. Удастся ли Бриджит Макрон стать первой-первой леди во Франции? Семь человек погибли в ДТП под Киевом. Среди них двое детей. Выжил только один из водителей. Об этом сообщают в полиции. Лобовое столкновение произошло вчера около 10 часов вечера. Причину уже установили. По словам правоохранителей, водитель одной из машин с пятью пассажирами пытался обогнать фуру и выехал на встречную полосу. Известно, что врач, который принимал пострадавших, был пьян. В Бориспольской центральной районной больнице уже сообщили, что он уволен. Полиция составила на медика административный протокол. В автомобиле «Жигули», где пребывало шесть человек, погибло пьян. И шестая девочка была отправлена до лекаря, а в ранее она померла. В автомобиле «Опель» погибла пассажирка, а водитель сейчас находится в лекарне города Борисполя. Все участники дорожно-транспортной пригоды мешканцы из Золотоноши Черкасской области. Они один одного знают и, в принципе, жили на соседних улицах. Третью неделю продолжается судебная сага в Днепре. Речь идет о трех подозреваемых в убийстве участников АТО во время перестрелки на проспекте Гагарина. Двое задержанных арестованы, но меру пресечения оспаривают. А третьему ее не могут избрать уже шестые сутки. Почему, узнаем от Елены Миндалюк. 30 июля Давиду Бобилеру в больнице вручили подозрение о вымышленном убийстве. Задержали на трое суток, но продлить арест в суд так и не смог. Адвокаты то и дело заявляли о подводе судьи. В результате трое суток, отведенные для принятия решения, истекли. Прокуратура выдвинула подозрение по новой статье о вымогательстве. Но защита избрала тот же сценарий. Затягивание времени и меру пресечения суд опять не избрал. У нас в КПК действует презумпция невиновности. Если обвиняет орган досудебного следствия гражданина, пожалуйста, пусть они доказывают это. Мы доказываем, это не обязано. Мы сторона защиты. Защита делает все возможное, чтобы Бобилер избежал наказания, уверяет прокуратура. В третий раз он был затриман в субботу о 16.37. И когда мы подходили уже до отделения, где находится подозренный Бобилер, мы пометили машину с его родителями, которая уже фактически ждала его, чтобы забрать. Есть все основы считают, что эта особа может покинуть Украину. Уникнуть фактически от криминальной ответственности. Давида Бобилера выдвинули уже третье подозрение. Незаконное владение оружием. Когда будут избирать меры пресечения по этой статье, пока неизвестно. Еще двое. Станислав Ельчишев и Александр Лакиза, которые тоже принимали участие в перестрелке на проспекте Гагарина, пока в СИЗО. У Лакиза, напомню, огнестрельное ранение в ногу. Операцию ему сделали в больнице Мечникова. Теперь он лечится в больнице ПИСИЗО. Но уверяет, этого недостаточно. В условиях содержания СИЗО я не мог дать профессиональный медицинский осмотр. Понимаете? Мне не надо ни один врач, ни два. Мне надо коллеги и врачи, которые будут разбираться. В условиях СИЗО есть лекарства, которые отвечают другим фахам. Они дают ту допомогу, которую можно дать. И я считаю, что даже больше. Сегодня суд рассматривал апелляцию адвокатов Лакизы и Лечишева. Они просили отпустить подзащитных под круглосуточный домашний арест. Суд отказал и оставил обоих в СИЗО. Елена Медлюк и Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. А вот в столице не состоялось судебное заседание по делу об избиении бойцов роты торнадо. В Печерском райсуде Киева планировали провести открытое слушание. Но по техническим причинам не удалось наладить видеосвязь с одним из фигурантов дела, торнадовцем Никитой Кустом. Напомню, бойцов расформированного батальона МВД обвиняют в тяжких преступлениях, совершенных в зоне АТО. Год назад, во время судебного заседания в Оболонском райсуде столицы, 9 торнадовцев заявили, что перед началом слушаний их избили неизвестные в масках. Именно это обвинение должен был сегодня рассмотреть суд. Народный депутат от Народного фронта Сергей Поляков пришел на допрос в НАБУ. Это уже не первый его визит. Но ранее депутат проходил по так называемому янтарному делу лишь как свидетель. Сегодня же он фигурировал в качестве подозреваемого. И, возможно, поэтому выступил с очередными обвинениями в адрес антикоррупционного бюро. По словам нардепа, бюро якобы незаконно прослушивало высокопоставленных чиновников. Напомню, 21 июля Соломинский райсуд столицы определил ему меру пресечения в виде залогов 300 тысяч гривен, а также обязал носить электронный браслет. Но надеть его Поляков отказался. Уголовное дело в отношении охранника народного депутата Дмитрия Яроша направили в суд. Михаила Навродского обвиняют сразу по трем статьям. Это хулиганство, умышленные телесные повреждения и незаконное хранение оружия. Напомню, 14 мая в городе Каменское произошел конфликт между таксистами и телохранителями нардепа. Когда водитель такси не ответил на приветствие «Слава Украине!», пассажиры начали битами крушить машину. Водитель позвал на помощь коллег. Началась потасовка со стрельбой. Как установили следователи, огонь открыл Михаил Навродский. Он прострелил обе ноги одному из таксистов. Сегодня должно было состояться первое судебное заседание. Но из-за того, что не явились ни пострадавшие, ни его адвокаты, слушание перенесли на 6 сентября. А вот в столице до сих пор не могут решить, где же рассматривать так называемое газовое дело, в котором фигурируют 8 человек, среди которых народный депутат Александр Онищенко. Сторона защиты настаивает, что дело должны слушать в Шевченковском райсуде Киева. Именно в этом районе находится потерпевшая сторона госкомпания «Укргаздобыча». Однако в специальной антикоррупционной прокуратуре против, по их мнению, заседать должны в Соломинском районе столицы, там, где расположена сторона обвинения. Разрешить этот спор теперь должен апелляционный суд. В Кропивницком задержали еще одного подозреваемого в перестрелке возле здания суда. Инцидент, напомню, произошел в феврале этого года. Один из участников разборки получил тогда ранение. Троих сразу взяли под стражу. Все подробности узнаем от Елены Брынзе. Один из участников февральской перестрелки Константин Болков. Вице-президент городской федерации футбола и по совместительству криминальный авторитет. Полгода он находился в розыске. Неделю назад подозреваемого задержали. Суд первой инстанции избрал для него меру пресечения 20 дней в СИЗО. Но туда он не попал. Неизвестные устроили разборки прямо под стенами городского суда в Кропивницком в полдесятого утра. Один мужчина получил тяжелые ранения. Пули свистели буквально над головами прохожих. Люди бегали. Здесь, в принципе, нам было хорошо видно. Напали на человека. Ну, каких-то нюансов сказать не могу, потому что сама испугалась, была в панике, в шоке. Слышно было вот выстрелы. Троих участников перестрелки полицейские задержали в тот же день. Все сейчас под домашним арестом. Заменить задержание в СИЗО на такую же меру пресечения просят и адвокаты Болкова. Сегодня суд рассматривал их апелляцию. Один из доводов у Волкова безупречная репутация. Как вице-президент городской федерации футбола занимается активной общественной деятельностью. Активно беру участь в работе федерации, определяю увагу и развитку детячего и юнацкого футбола. Зарекомендую себя безответственно и порядочной людины. От комментариев защитники Волкова пока воздерживаются. Никакого не влево. Немногословные правоохранители МОД следствия продолжаются. И по какой именно статье покушение на убийство или хулиганство будут судить Константина Волкова, пока не ясно. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кропивницкий. Тотальная проверка. В агентстве по предотвращению коррупции уже изучили декларации более 200 чиновников. Интересовались имуществом, которое государственные топ-менеджеры приобрели в 15-16 годах. Нашли ли нарушения, разбирались наши корреспонденты. В НАПК с просьбой проверить украинских чиновников журналисты обращались не один месяц. Зарегистрировали около 380 заявлений. Но вот писать обращение оказалось гораздо проще, нежели изучить нажитое. Проверять всех оперативно антикоррупционерам пока не удается. История с электронными декларациями начинает напоминать 300-серийную мексиканскую или бразильскую мыльную оперу. Но один вопрос. Неужели изначально не было понятно, что тем количеством сотрудников Национального агентства противодействия коррупции можно проверить лишь несколько сот деклараций, но даже не тысячи, не десятки тысяч? Среди этих десятков тысяч деклараций министров проверили почти всех. Грубых нарушений пока не нашли. Но нестыковки уже были. Кроме выявленных несоответствий в документе министра обороны полторака, чего только стоит история с имуществом главы МВД Арсена Авакова. В его декларации за 2015-й еще числится земельный участок в Италии. Но через год на дел странным образом исчез из налоговых отчетов. Судя по документам, министру и его родственникам пришлось довольствоваться малым. У чиновника остались две квартиры в Харькове, квартира в Чугуеве и земельный участок. Но не в Италии, а в том же Чугуевском районе. Дело в том, что это нормальная практика наших чиновников. Теперь, очевидно, вокруг этого будет развиваться целая индустрия родственников, тяжелобольных, страдающих деменцией пожилых людей, на которых будет переписываться. Заметят ли несоответствие в отчете главы МВД, антикоррупционеры остается лишь догадываться. Но пока не один. Топ-чиновник в Украине не пострадал после проверки электронных деклараций. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности и телеканал Интер. В Измаиле Одесской области покушались на жизнь одного из руководителей городской полиции. Под его автомобиль подложили бомбу. В момент взрыва Андрей прокурор был в автомобиле с годовалым сыном. Неподалеку находилась его супруга с дочерью. Все подробности этого происшествия расскажет Андрей Анастасов. Взрыв прогремел на улице Нахимова во дворе многоэтажки, где живет семья Андрея прокурора. Это замначальника городского отдела полиции. Бомбу подложили под его автомобиль. Сам полицейский в момент взрыва вместе с годовалым сыном находился в салоне, но оба не пострадали. А вот жена и пятилетняя дочь как раз подходили к машине. У ребенка ссадины, у женщины осколочное ранение. В результате осмотра раны и проведения хирургического вмешательства было удалены три осколка. Состояние пациентки удовлетворительное. Девочку врачи осмотрели и отпустили домой. А вот мать сейчас в больнице. Ее зовут Екатерина Пуйческо. Она певица, известна своим участием в талант-шоу. Кому мог насолить, муж полицейский не знает. Я вообще не знаю. Такого не было никогда. Никогда не было никаких звонков, ничего. Даже близко. Я вообще не знаю. Специалисты установили, что под машиной взорвалось самодельное устройство, сделанное на основе гранаты F1. В полиции говорят, что рассматриваются разные версии произошедшего. Андрею прокурору и его семье обеспечили дополнительную охрану. Создана усиленная следственная оперативная группа, которая занимается непосредственно только этим делом. Мы будем признательны всем жителям города Измаил за любую предоставленную информацию. Уголовное производство открыто по двум статьям. Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе от пули снайпера. Это произошло около полудня неподалеку от Маринки. Как сообщает в штабе АТО, боевики также обстреляли украинские позиции на подступах к Широкину из минометов запрещенного калибра. Все подробности из передовой расскажет Руслан Смещук. Это территория вокруг так называемой трассы жизни. Дороги, по которой из временно оккупированных районов Донецкой области едут за пенсиями или продуктами. Трассу охраняют украинские пехотинцы. До противника тут, что называется, рукой подать. Эти позиции простреливаются боевиками сразу с нескольких сторон. Как там позиция, то есть они бьют перекрестным огнем, получается, оттуда и вдоль посадки и так дальше. Как себя ведут? Много провокаций с их стороны. То есть особенно ближе к вечеру. Некоторые участки приходится перебегать, иначе можно попасть под вражеский обстрел. Да, правильно, там надо споренько. А почему? Потому что, я думаю, вы сами заметили, почему. Там простреливаются? Конечно. А из чего? Сейчас, тем более, снайпера работают. Сергей показывает, как живут украинские пехотинцы, где едят, что готовят, какие реликвии берегут всей ротой. Икону вот нам передали волонтеры с Ярусалима. Вот это все рисунки детские с любовью передали воинам и ждут нас дома с победой. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. На выдворение из России американских дипломатов США отреагируют в сентябре. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тилерсон по итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тилерсон подчеркнул, что во время переговоров интересовался деталями санкций, которые ввела Россия в ответ на американские. Следующий шаг в Вашингтоне будут обдумывать до 1 сентября. Госсекретарь также предупредил, что вмешательство Москвы в американские выборы создало атмосферу серьезного недоверия. Вопреки этому американская сторона надеется решить проблему без вреда отношениям между странами. Израиль закрывает филиал Аль-Джазиры. Чем власти страны объясняют это решение и что планирует предпринять руководство катарского телеканала в ответ? Сергей Ауслендер расскажет подробнее. По поводу закрытия филиала Аль-Джазиры в Израиле министр связи даже собрал специальную пресс-конференцию. Аюб Кара, сам, кстати, мусульманин, заявил, что власти не намерены больше мириться с подстрекательством, которое ведет этот телеканал на территории еврейского государства. Я напомню, что Аль-Джазиры это катарская телекомпания, которая вещает с 96-го года на английском и арабском языках. В Израиле есть ее большой офис и множество нештатных корреспондентов, которые работают на палестинских территориях и в секторе газа. Компанию неоднократно обвиняли в поддержке терроризма и радикального исламизма. Когда арабские страны объявили блокаду Катара, одним из условий ее снятия было закрытие именно Аль-Джазиры. У нас есть другие каналы из разных стран, с которыми нет проблем, пусть они продолжают сообщать обо всем. Но не средство массовой информации, которое было признано сторонником террора почти всеми арабскими странами. И мы предпримем шаги против него, чтобы поддержать нашу борьбу с терроризмом и радикальным исламом. Сейчас Министерство связи обратилось в правительственное пресс-бюро с требованием лишить Аль-Джазиру аккредитации на территории Израиля. От кабельных сетей требует изъять этот канал из своих пакетов. Кроме этого, Кара обратился с письмом к министру внутренней безопасности с просьбой закрыть офисы Аль-Джазиры в израильских городах. Руководство канала Аль-Джазира собирается обжаловать этот запрет в суде. Кара заявляет, что это покушение на свободу слова, а это странно для единственной ближневосточной демократии. На это министр связи ответил, что не надо путать подстрекательство и свободу слова, а премьер-министр его в этом поддержал. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Инфляция наступает. Цены на овощи в Украине в этом году бьют рекорды. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, только за последние два месяца стоимость так называемого борщевого набора выросла в два раза. Чего ждать дальше, выясняли мои коллеги. Около 19 гривен за килограмм капусты, примерно столько же за молодую картошку, 16 гривен за морковку и 11 за свеклу. Все цены примерно в шесть раз выше, чем были год назад. В целом же так называемый борщевой набор по подсчетам экономистов только за последние два месяца подорожал в два раза. Найбільшим драйвером инфляции в конце года в первую очередь у нас ожидаются продукты харчувания. Незважно, что в липнем месяце цены начали дешевшаться, в связи с надходением продукции овощей с открытого грунта нового врожая, все равно мы имеем достаточно большой рост на эту продукцию с начала года. Сейчас украинская семья тратит на продукты питания более половины своего дохода, а малообеспеченные все 80%. Решение же правительства увеличить минимальную зарплату, соцвыплаты и пенсии лишь подстегнет инфляционный процесс. Все выплаты, которые мы сейчас производим, минимальная заработная плата, средняя заработная плата, а с осенью еще и пенсия приводит к тому, что гривны становятся больше. А теперь посмотрите, если мы имели высокую инфляцию в первую половину года, когда у нас гривна укреплялась, то какую мы будем иметь инфляцию, когда гривна начинает падать по отношению к доллару. Еще одна причина повышения цен на продукты питания – рост тарифов на услуги ЖКХ. Ведь расходы на коммуналку и юридических лиц автоматически сказываются на себестоимости, а соответственно на конечной стоимости продукта или услуги. Поэтому рост цен в Украине пока не остановить. С моей точки зрения, наиболее достоверная инфляция, которая может быть в этом году, это 20%. Где-то так, да, 200 не будет, 300 не будет, 20% будет. В то же время государство может сдержать рост цен. Для этого правительство не должно было отказываться от госрегулирования цен на продукты первой необходимости и от поддержки сельхозпроизводителя, говорят оппозиционеры. Надо вернуть тем льготы, которые были у сельхозпроизводителя, в первую очередь для фермеров, которые обладают небольшими участками земли, тогда будут снижены цены. И второе, государство должно вернуться в условиях такой вакханалии цен к регулированию цен на продукты первой необходимости. Поэтому здесь механизм простой. Во-первых, тарифы надо снижать, поскольку они необоснованные и неоправданные. Второе, надо поддерживать производителя за счет того, что снижает цены на тарифы на электроэнергию. Если этого не сделать, то несмотря на рост заработной платы и социальных выплат, инфляция сведет на нет все усилия государства. Ольга Теребинская, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Спиртопровод. Дельцы из Черновицкой области спирт пустили прямо по трубе. Ее обнаружили сотрудники госпогранслужбы. На злоумышленников вышли совершенно случайно. Подозрения вызвали два грузовика, которые направлялись в сторону украинско-молдовской границы. Фуры везли пустые бочки. Когда пограничники остановили одну из машин, то водитель признался, что тара предназначена для транспортировки спирта в Украину из соседней Молдовы. Планировали перекачать 16 тонн. Интересно, что 300 метров пластикового шланга тянулись прямо по земле, и никто даже не пытался его спрятать. Скорее всего, это была выполнена подготовка для выполнения масштабной противоправной деятельности. Я не готов сказать на рахунок качества и ценовой политики, на рахунок спирта. Но если делки пытаются в незаконный способ его переправить, значит, какая-то вега в этом есть. Фепрониловый скандал в Европе не утихает. В ЕС запрещена не только продажа куриных яиц, но и всей продукции, для изготовления которой они использовались. Почему Бельгия, зная о проблеме еще месяц назад, промолчала? Выясняла Татьяна Лагунова. Яйца, а также майонез, куриное мясо и даже яичный ликер. Продовольственный скандал в Европе набирает новые обороты. Производители отзывают из магазинов всю продукцию, при изготовлении которой могли использоваться загрязненные фепронилом куриные яйца. А крупнейшие немецкие супермаркеты уже объявили, продавать будут только те товары, которые предварительно прошли лабораторный тест на фепронил. Замена всех яиц в супермаркетах – это правильный шаг. Конечно, это влетело магазинам в копеечку, но здоровье покупателей прежде всего. Впрочем, свое здоровье крупным супермаркетам доверяют не все покупатели. Выигрыши сейчас биопроизводители и фермеры. Я покупаю исключительно био-яйца, либо еду у местного фермера. Там продукция гарантированно чистая и качественная. Тем временем выяснилось, что власти Бельгии, а именно там начался фепрониловый скандал, знали о проблеме еще в начале июня. Но тянули время и не спешили информировать другие страны Европейского Союза. Якобы, чтобы провести лабораторные тесты и собрать больше информации. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». В Украине после изнуряющей жары похолодало. Наконец-то в нескольких областях пошли дожди. А в Херсонской и Николаевской даже пронесся ураган. В Лазурном сильный порыв ветра опрокинул грузовик, в кабине которого были двое детей. С травмами их доставили в больницу. Женщина, которая стояла неподалеку, погибла. На Прикарпатье шквальный ветер валил деревья. В нескольких населенных пунктах заблокированы дороги. А в Черновцах залило городской парк. Причем, впрочем, реки вместо дорог это обычное явление для этого города. Засоренные ливневки не справляются с потоком воды. Очистить их чиновники пытаются, обещают, после каждого ливня. Но так ничего и не делают. А вот в Одессе жара не прекращается. Там по-прежнему плюс 40. Санцепёка не выдерживают животные. Лошадь, которая катает туристов по центру города, упала в обморок прямо посреди улицы. В полиции открыли уголовное производство. По статье «Жестокое обращение с животными». Возле лошади, запряженной в карету, собралась толпа людей. Ее отпаивали водой, прикладывали к ней лед, вызвали ветеринаров. При этом досталось кучеру и хозяевам. Животного окружающих возмутило, что в такую жару они заставляли лошадь наматывать круги по Одессе. Теперь виновным грозит до трех лет тюрьмы. Из показаний очевидцев было установлено, что в то время, когда животному было плохо, кучер применял в отношении него физическую силу для того, чтобы поднять на ноги. В Италии и Испании термометры показывают около 40 градусов, а кое-где даже 50. Причина – антициклон из Сахары, который уже назвали Люцифером. Впрочем, жарко не везде. Британцы, например, готовятся к холодам. Все подробности узнаем от Алексея Пшемыского. Он в Лондоне. Африканский циклон Люцифер буквально испепеляет Европу. На юге Испании, где жара, привычное дело. Температура уже побила десятилетний рекорд. В Мадриде власти настоятельно рекомендуют людям не выходить днем на улицу и открывают пункты с кондиционерами. Это просто ужасно. Для нас жара норма, но не такая. Это невыносимо. На работе нас спасают кондиционеры. Нам приходится все время охлаждать воду. Самую высокую температуру в Европе – 50 градусов в тени – зафиксировали в Неаполе. Из-за аномальной жары, чтобы спасти урожай, местные виноделы начали спешно собирать виноград. В окрестностях Рима всполыхнули лесные пожары. А в самом городе туристы оккупируют фонтаны. Мы пьем воду. Очень много воды. Никакого алкоголя, только вода. Все время приходится носить шляпу и очки. Вот так и боремся. Во власти Люцифера оказалась большая часть континента. В десяти странах Европы уже объявили наивысший красный уровень опасности. Албания попросила помощи у Европы для борьбы с лесными пожарами. В Боснии жара уже уничтожила половину урожая. А вот британцы готовятся доставать шарфы и шапки. Последнюю неделю здесь, в Лондоне, средняя температура не поднимается выше 15 градусов. В ближайшее время синоптики обещают грозы и бури. А в Шотландии готовятся к заморозкам. Ученые считают причиной таких аномалий загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. Если ситуация не изменится, подобные катаклизмы будут происходить все чаще. В Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии уже предупредили. В ближайшие десятилетия под угрозой могут оказаться 350 миллионов европейцев, живущих в прибрежных и самых жарких регионах. Из Лондона Алексей Пшемыски, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. 26 человек погибли и 27 получили травмы в результате наводнения на севере Вьетнама. Еще 15 считаются пропавшими без вести. Стихия разрушила около 700 домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья, повреждены дороги. Самую страшную ночь Вьетнам пережил в минувший четверг. Тогда из-за сильных ливней с гор сошли грязевые потоки. На пострадавших территориях ведутся поисково-спасательные работы. Французы не хотят первой леди. Президент Эммануэль Макрон собирался присвоить этот статус своей супруге Бриджит, но активисты создали петицию против. И сегодня собрали необходимое количество подписей 200 тысяч. Что именно их не устраивает, знает Елена Абрамович. Ничего против Бриджит, только бизнес. Приблизительно так обосновывает свою позицию художник и активист-антикоррупционер Фьерри Валетт. Франция раньше прекрасно справлялась без первых леди. Так зачем же тратить деньги на содержание в этом статусе супруги президента сейчас? У Бриджит и так есть три помощника, два секретаря и два охранника, настаивает автор петиции. Новый статус повлечет за собой дополнительные бюджетные траты. Мы осуждаем все сексистские атаки на Бриджит Макрон и не ставим под сомнение ее компетентность. Однако в период морализации французской политики, голосование за указ, который запрещает депутатам трудоустраивать членов семьи, за которые мы отчаянно боролись во время президентских выборов, и организовывали митинги против такой же деятельности кандидата Франсуа Фийона. Мы не можем поддержать предоставление особого статуса жене президента Макрона. Государственный бюджет урезает, а на свою супругу хочет тратить больше, возмущены французы. Рейтинги Макрона в свете сокращения расходов на оборону за лето упали на 17%. И хоть президент обещал, что на первую леди средства выделяться не будут, для многих этот аргумент неубедителен. Впрочем, взгляды на этот вопрос у людей разные. Я думаю, что у первой леди своя роль. В том смысле, что хорошо, если у нас будет не только президент, но и первая леди со своими обязанностями. Иметь титул тоже важно. Во время выборов мы голосуем за конкретного человека, а не за его жену или мужа. И не знаем взглядов и идей супругов. Поэтому нет причин вводить статус первой леди или супруга касательно тех, кого мы не выбираем. Петиция против введения статуса первой леди во Франции набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов за две недели. Окончательно решить вопрос автор петиции предлагает с помощью референдума. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Сколько стоит уникальная коллекция открыток королевы Елизаветы? Как в Италии зарабатывали на фейковых пожарах? И почему румынские города заполонили медведя? Об этом и не только в нашем обзоре. Трое американцев создали стартап AirMool, который предлагает перелеты из Калифорнии в Пекин всего за 99 долларов. Правда, не просто так. Взамен пассажир должен взять с собой некую посылку. И передать ее представителям компании в Китае. Но что именно там будет находиться, не говорят. Пользователи соцсетей подозревают. Стартаперы могут заниматься нелегальными перевозками. Ведь, судя по всему, ни у кого из них нет опыта в транспортной логистике. Но AirMool все подозрения отвергают и утверждают. Компания действует по таможенным правилам. В Великобритании с молотка продали уникальную коллекцию открыток королевы Елизаветы. На каждой из 35 карточек изображена монаршая семья. 40 лет королевская Чита рассылала такие фото своим родственникам на рождественские праздники. Самыми дорогими оказались снимки 1959, 60 и 61 годов. За каждый из них ценители выложили почти по 280 фунтов. Пожарных симулянтов задержали на Сицилии. 15 спасателей добровольной бригады сообщали о пожарах, которых на самом деле не было. А затем якобы ехали на место происшествия, чтобы тушить огонь. В итоге мошенникам насчитали около 120 вызовов. За каждый час сражения с несуществующим пламенем они получали по 10 евро. Нашествие голодных медведей в румынском городе Брашов. Косолапые воруют еду у местных жителей, роются в помойках и даже отнимают корм у домашних животных. Раньше медведи совершали набеги ночью, а теперь разгуливают по городу средь белого дня, причем целыми стаями. Лохматые посетители не агрессивны, но люди такому соседству не рады. В этих краях живут 60% бурых медведей Европы и пропитания на всех явно не хватает. Впечатляющие воздушные трюки показали тайваньские пилоты над городом Гаосюн. Истребители, раскрашенные цвета флага Тайваня, белый, синий и красный, маневрировали в небе, оставляя за собой яркие полосы дыма. Это только тренировка перед авиашоу на празднованиях Национального дня воздушных сил, который состоится уже в эту субботу. Группа «Громовые тигры» вернулась к выступлениям только в прошлом году. После длительного перерыва из-за трагической смерти одного из участников в 2014-м. Сейчас командование уверяет, среди «Громовых тигров» только лучшие пилоты, которые могут действовать в опасных условиях. Чемпионат по серфингу среди собак устроили в Калифорнии. В уникальном соревновании участвовали около полусотни четвероногих серферов. Некоторые укращали волны вместе с хозяевами, но большинство не побоялись прокатиться самостоятельно. Собаки состязались в разных весовых категориях. Все средства, собранные во время конкурса, пойдут на благотворительность. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, легкой недели и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова